Отчет по вступлению Кыргызстана в ЕС не предвещал для чиновников серьезных сложностей. Все проблемы, с которыми столкнулся Кыргызстан, вызваны внешними факторами. То есть правительство Кыргызстана на них повлиять не могло, а значит и нагоняя особого не будет. Следует отметить, что в странах-партнерах произошел экономический спад, в связи с чем снизился спрос на наши товары. Несмотря на это, мы не допустили резкого снижения внешней торговли. Второй проблемой является пока еще сохранение ветеринарного контроля на Кыргызско-Казахстанском участке границы. Однако у депутатов претензии все же нашлись. Причем не только у оппозиционных. Больше всего критики премьер-министр выслушал от своих же, членов коалиции большинства. Депутаты были недовольны деятельностью по организации экспорта нашей мясной продукции, разницей на цены на ГСМ в других странах, членах Союза и Кыргызстане, отсутствием действий чиновников по расширению торговых отношений и планами по созданию рабочих мест внутри страны. Меня беспокоит будущее страны. Если честно, я не вижу планов правительства. Минэкономики не в кабинетах сидеть должно. Да, у нас есть фонд развития, но правительство не дает возможности расти малому бизнесу. Правительство таких не поддерживает. Вопросов у законодателей накопилось много, и в отведенные два часа народные избранники просто не успели задать их все. Лидеры парламентских фракций потребовали дать дополнительное время для выступлений. Однако премьеру эта идея не понравилась. Мы должны продлить заседание. Только 10 человек успели задать вопросы. Давайте продолжим после 14.00. Дайте нам время как лидерам фракции, чтобы задать свои вопросы. Мы не можем. После 14.00 у нас заседание. Вы по регламенту должны были нас час слушать, а вы уже до 13.00 продлили заседание. Мы не можем изменить свои планы. С кем у вас сегодня встреча? Что вы не можете ее отменить? Главное заседание у вас сегодня здесь. В итоге лидерам дали только по 5 минут времени. Естественно, что этого не хватило, чтобы донести позицию фракции. Слишком много претензий накопилось к работе правительства. Уважаемые коллеги, вступление в ЕАЭС было правильным решением. Но в то же время мы все видим, как работает правительство, как народ оценивает его работу. Я назову только цифры. После вступления в ЕАЭС товарооборот у нас сократился на 19%. Экспорт, источник валютных поступлений сократился на 9%. Импорт упал на 20%. Наш товарооборот с Россией составляет 1 миллиард 208 миллионов долларов. Из этой суммы мы экспортируем туда на 121 миллионов. Остальная сумма – это то, что поступает к нам из России. У нас отрицательная торговая сальда. Такая же ситуация у нас и с Казахстаном. И что предпринимает наше правительство? Почему в этой торговле наши предприниматели оказываются в проигрыше? Суронбай Шарипович, я обращался к вам много раз. К сожалению, вы и члены вашего правительства не принимают решения. Я приведу вам пример. Россия выделила на сельское хозяйство 220 миллиардов рублей субсидий и грантов. 80% на мясо, 100% на племенное хозяйство. В некоторых случаях 50% затрат они компенсируют. И как мы собираемся конкурировать с ними в сельском хозяйстве? Наше правительство дает 10% субсидии. А мы предлагали законопроект о 7% сельхозкредитах. Правительство думает уже целый год. Не отвечает нам. В Казахстане. Там дают своим аграриям 15% скидки на горюче-смазочные материалы. Дают кредиты под 6%. О каком сельском хозяйстве мы можем говорить у нас? Когда отменяли НДС на ввоз пшеницы, правительство написало справку, мол, правильно все делаете. Фракция Республики Атаджурд единственная против голосовала. Но правительство поддержало. И теперь вы собираетесь вернуть НДС на импорт зерна только с сентября 2018 года. А почему не сейчас хотите вернуть? Можно же принять постановление. По налоговым преференциям. Вот вы говорите об увеличении экспорта. Правительство приняло постановление о трехлетнем моратории на проверки для компаний, которые только открылись. Но создаст ли это условие для увеличения экспорта? Вы ввели пошлину на вывоз ракушечника, отделочного камня. В то время как золото, содержащая руда, вывозится беспошлино. Тимир Сариев разрешил это в 2015 году. Вывезли золото на 4,5 миллиарда сомов. Из-за того, что у нас не построили золотоизвлекающую фабрику. Недопоступило 500 миллионов сомов налогов. Чем занимается ваше правительство? Почему вы не вводите пошлину на вывоз золото, содержащую руды? На экспорт ракушечника ввели же пошлину. Если мы не можем извлекать выгоды из нашего же золота, тогда зачем нам нужно такое правительство? А вот какие налоговые преференции есть в Казахстане. Инвестировавших 20 миллионов долларов, они освобождают от налогов на 10 лет. От земельного налога на 10 лет. От налога на имущество на 8 лет. И плюс ко всему этому, они компенсируют 30% капитальных затрат. Это в Казахстане. Мы предлагаем тех, кто открыл новое производство в регионах, кроме Бишкека и Аша, освободить от налогов на 5 лет. Разве это плохо? А вы уже целый год не отвечаете нам, не даете справку. Да говорить Амурбеку Бабанову спикер не дал. Тарага настолько старался оградить премьер-министра и его команду от неудобных вопросов, что перешел на личности и явные оскорбления. Амурбек Токтогулыч, у вас еще будет возможность выступить. Сегодняшним днем все не закончится. У вас еще будет возможность высказаться. Если уж совсем не втерпешь, можете выступить по НТС. Ченубай Акунович, не каждый день депутаты выступают с высокой трибуны. Вы должны быть на стороне депутатов, а не правительства. Правительство приходит к нам раз в квартал. Пусть слушают. Это будет им полезно. Не хотел говорить, но вы меня вынуждаете. Амурбека Токтогулыча вы можете послушать, когда хотите и где угодно. Вы можете послушать его слова. Ну сколько можно? Вы спикер, которого поддержала и Республика Атаджурд. Этот микрофон не ваша собственность. Здесь сидит правительство. 120 депутатов. Народ слушает. Поэтому дайте нам слово. Это полезно правительству. Лидеры двух фракций отказались от выступлений. Можно же было разделить их время нам. Вы говорите о регламенте. Тогда почему в Конституционный комитет вы привели семерых депутатов СДПК? Это разве не нарушение регламента? Почему вы поставили на голосование это решение в нарушение регламента? Парламентские оппозиционеры заявили, что уже завтра дальнейшая судьба правительства станет темой заседания фракции Республика Атаджурд. Депутаты обещают, что к чиновникам у них будет немало неудобных вопросов. Ответы на которые и определят позицию оппонентов коалиции большинства. Игорь Потанин, Бакытко Шалиев, НТС.